Между тем, до самого экзамена школьников осталось ровно две недели, и Министерство образования заявляет о готовности пунктов сдачи ЕНТ. Они уже оснащены так называемыми глушилками мобильных телефонов. Сделано это для того, чтобы школьники не смогли воспользоваться ничьей помощью во время экзамена. Однако в обществе подобные меры безопасности вызвали резонанс, эксперты обсуждают плюсы и минусы шпионского оборудования. Министерство образования закупило спецтехнику для глушения сотовой связи. Ее разместят на 154 пунктах сдачи ЕНТ. Для этих целей выделено полтора миллиона тенге на каждую точку. Когда эту новость сообщили участникам круглого стола в Казахстанском институте политических решений, большинство отреагировало с возмущением. Выпускники и так под психологическим стрессом. Их ждет и сомнительный контроль КНБ, напоминали родители и педагоги. А тут еще придется три с половиной часа находиться в аудитории под электромагнитным излучением. В ответ от чиновников услышали, что все волнуются зря. Никакого вреда для здоровья ребенка здесь нет. Так, на базе агротехнического университета был проведен эксперимент. Специалисты СЭС подписали документ. И они составили акт, что на определенном расстоянии нет никакого вреда для здоровья. Однако представители Алма-Атинской СЭС в этом усомнились. Оказывается, эксперты накануне проанализировали мощность применяемых в стране средств глушения. На установку мощностью 5 ватт на расстоянии полутора метров 238,5 микроватт на сантиметр квадрате. Это в 24 раза идет превышение. Министерство не огласило тип и критерии закупаемого оборудования. Как известно, на тендерах по госзакупкам все решает цена. Но такой принцип не годится, убежден глава научно-консультационного центра Национальной телекоммуникационной ассоциации. Как объяснил на встрече Евгений Малюшевский, ведь есть высококачественная аппаратура за 374 тысячи тенге. Но ей, конечно, предпочтут ту, что за 21 тысячу. К тому же в стране немного специалистов, которые смогут это все установить. А вот у учителей свои претензии. Огромные расходы на модернизацию. Только в этом году 1 триллион 200 миллионов тенге не подкреплены подготовительными мерами, жалуются педагоги. Министерство образования нас обрадовало, буквально недавно сообщив о том, что в единое национальное тестирование вводятся задачи логические. А какие они, где они, дайте их посмотреть. Дети просят, где они? Они роются в интернете, там чего-то где-то находят, ковыряются и решают эти задачи непонятного плана. Министерство не дало, не вывесило на своем сайте, скажем, вот такие примерно будут задачи. Посмотрите все. Нет, это все, знаете, закрыто. Претензии к ЕНТ и КТА новому тестированию для выпускников колледжей, против которого выступают педагоги, родители и учащиеся, выслушала и народная избранница. Можелесвом Ангалине Баймахановой осталось лишь сочувственно кивать. Почему же тому же министру образования, если он вводит какие-то чрезвычайные меры по этому году, не посоветоваться с профессионалами, с коллегами, с учителями? Чем чреват вот этот момент тестирования на сегодняшний день в колледжах? Когда колледжи работают по своим программам, когда они готовят дипломы, когда сдаются госэкзамены, и тут им навязывается еще новый тест по тем предметам, которые они проходили два года назад, допустим. Ну это чрезвычайная ситуация. И с этой чрезвычайной ситуацией надо бороться чрезвычайными методами, высказывая свое твердое «нет». Как отмечено в финале обсуждения, филиал Республиканского общества педагогов и учителей Арнамыс намерен обратиться с заявлением в суд, чтобы тот поручился анапидемслужбам провести экспертизу глушилок и решил, насколько безопасны данные устройства. Айда Мурзанова, Серик Коржаубаев, Токмалда Кусаинов, Алма-Аты, Казахстан.